Отсидела полный срок задавившая пьяного мальчика из Балашихи Ольга Алисова вышла на свободу. 12 ноября 2019 года, 18.25 Дарья Малютина Ольга Алисова, в 2017 году сбившая на смерть в Балашихе шестилетнего Алешу Шемко, вышла на свободу. Об этом А.Т. сообщил собеседник в правоохранительных органах Саратовской области. Эту информацию подтвердили и в колонии, где она отбывала наказание. Женщина полностью отсидела назначенный ей срок, поскольку суд дважды отказывал ей в Уда. Между тем отец погибшего ребенка Роман Шемко заявил, что для него эта история еще не завершена. Он намерен добиваться наказания для судмедэксперта Михаила Клеменова, который ошибочно обнаружил в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Ольга Алисова, в 2017 году сбившая на смерть в подмосковной Балашихе шестилетнего Алешу Шемко, вышла на свободу. Об этом А.Т. сообщил источник в правоохранительных органах Саратовской области, где женщина отбывала наказание. Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании своего срока и сейчас живет в городе Балашове, где она проживала до переезда в Балашиху. Она уже приходила отмечать совместной полиции. Возвращаться в подмосковье, по моим данным, она не планирует, сообщил собеседник. Эту информацию подтвердили и вку колония поселения номер 11, где отбывала срок Алисова. Напомним, Железнодорожный горсуд Московской области 15 ноября 2017 года приговорил ее как виновную в ДТП со смертельным исходом к 3 годам колонии поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, Алисова должна выплатить компенсацию потерпевшим Шинка в размере 2,5 миллиона рублей, а также 61 560 рублей, которые были потрачены на похороны ребенка. Находясь в заключении, Алисова дважды подавала прошение об УДО, но безрезультатно. Согласно документам Красноармейского городского суда Саратовской области, это происходило в декабре 2018 и в июне 2019 года. Также по теме. Необоснованный вывод. СК предъявил обвинение судмедэксперту, подтвердившему наличие алкоголя в крови погибшего ребенка. СК России предъявил обвинение по уголовной статье «Халатность судмедэксперту Михаилу Клеменову», который сделал экспертную запись о осужденной мотивировала свое прошение примерным поведением, признанием вины и наличием поощрения в исправительном учреждении. Кроме того, Алисова заявляла, что на свободе ее уже ждет работа, подтверждая это письмом от работодателя. Представитель администрации колонии поселения, в котором Алисова отбывала наказание, ее прошение поддержал. Однако суд в УДО отказал, так как сумма задолженности по иску потерпевших погашена в незначительном размере. Как следует из материалов дела, по месту отбывания осужденной наказания поступил исполнительный лист о возмещении вреда, причиненного преступлением, на сумму 2 561 560 рублей. Возмещение по иску производится путем удержания из заработной платы в сумме 19 820 рублей. 14 копейка, в добровольном порядке осужденной выплачено 3500 рублей, и родственниками осужденной выплачено 18 000 рублей. В добровольном порядке активных мер к выплате потерпевшей стороне денежных средств не принимает, говорится в документах суда. С таким постановлением суда Алисова не согласилась и подала апелляцию. Однако и Саратовский областной суд 3 сентября 2019 года оставил ее жалобу без удовлетворения. В итоге, несмотря на то, что формально Алисова отсидела весь свой трехлетний срок, фактически под стражей она провела чуть больше двух лет и четырех месяцев. С 6 июля 2017 года по 11 ноября 2019 года, так как один день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонне-поселении, признал, что ребенок не употреблял алкоголь. Представитель семьи пьяного мальчика сообщила об ошибке судмедэксперта. Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови кировского пьяного мальчика, на допросе в СК признал, что сбитый. Свидетели на суде показали, что автомобилистка переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров. Экстренного торможения она не применяла. Ребенок скончался на месте. Позже судмедэкспертиза обнаружила в его крови 2,7 промилле алкоголя, что вызвало возмущение родных ребенка и спровоцировало громкий скандал. В конечном итоге при участии ведущих экспертов было установлено, что проводивший исследование судмедэксперт Михаил Клеменов допустил ошибку. Алисова была признана виновной по Че. Три статья. 264 УК РФ, нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших под неосторожность и смерть человека, и в ноябре 2017 года получила три года колонии-поселения. Женщина просила отсрочку приговора до достижения 14-летия ее 10-летней дочери, однако в этом суд ей отказал. Кроме того, Алисова была возмущена тем, что она должна выплатить Шимху компенсацию более 2,5 миллиона рублей. Якобы она считает произошедшее несчастным случаем. Ребенка она не видела и сама испытывает моральные страдания после ДТП из-за преследования СМИ. Эксперт Клеменов, согласно приговору Щелковского городского суда, получил 10 месяцев исправительных работ и, не согласившись с таким наказанием, подал апелляцию. В результате сроки давности по делу судмедэксперта прошли и Клеменова освободили от наказания.